Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл бесед со схиархимандритом Ильи, известным духовником нашего времени, священником, которому за наставлением и советом, а иногда и просто за утешением приезжают люди из разных уголков России. Среди множества вопросов, с которыми люди приходят в церковь, есть один, который до сих пор, еще с апостольских времен, продолжает волновать, заставляет задуматься. Это вопрос о вере. Батюшка, я думаю, и вам не однажды задавали этот вопрос. Что есть вера? Что значит православие для России? Народ и вообще Россия бы жила той настоящей духовной жизнью, которую она утратила в недавнем прошлом. И что многие, конечно, были люди, которые сохраняли живую и крепкую веру и жили церковно, и Господь хранил. Но больше, мне кажется, за то, что многие, за страдания, за труды, непосильные порой, Господь даровал нам милость свою и сохранял наше Отечество. Хотя, конечно, нам не безызвестно всем, что наказание Божие постигло нас за поругание святынь, за отказ отступления от веры. И русский народ понес огромное, огромное бедствие, самоотечество, и после войны, также по поводу, все трудности, закрытие церквей, последний остаток, как вы сказали. Вот все это привело страшным временем на наше Отечество, и которое, конечно, в отношении веры немножко поднимается, Но трудности громадные она несет также и скорбь людей нашей, вот тех, которые хотели бы как благочестие, иметь настоящую духовную жизнь. Они, конечно, как верующий народ, они понимают и видят, в чем другом может воспринять наше Отечество, как именно наше духовно-нравственное возрождение, наше укрепление веры, возрастание с тем, что было хотя бы в той треме России. Батюшка, и все-таки отступление от веры произошло? Православные святыни были отданы на поругание, многие храмы были разрушены или закрыты? Поскольку этими революцией и прочими геноцидами она отброшена, мало сказать, на полтора столетия, а то и больше. Вот поэтому, конечно, труд будет... Скажите, батюшка, а как вам видится будущее России? Будет вера, будет благочестие, будет его трудом, наше национальное народе, Россия будет подниматься, будет возрождаться и будет все то, что, как бы хотелось, то и в большей красоте, в церковности, в нравственном и устойчивом счастье. Поэтому для нас, как никогда сейчас, очень важно, чтобы голос совести, голос веры нашей, требует нашей душой, которая всегда стремится к тому, чтобы она была в мире, радости. Вот. И, конечно, она получала бы это. Вот. 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 Потому, конечно, мы, как бы, дорогие Господи, я хотел бы всех призвать к тому, чтобы мы осознали все то, что все... Какая наша сейчас нужда, какие наши основные требования и что требуется от нас главного в нашем ныне современном народе, на настоящем этапе нашей жизни и насколько мы должны понять и воспринять это, чтобы жить самим, как в личной семейной жизни, социальной и, конечно, нашей обществе, российской... нашей родной, дорогой, отечественной нашей России, чтобы она крепко жила в нашем русском прошлом, еще до монгольском периоде и затем, после монгольского, только благодаря той родной православной вере, которая дала стимул в нашей жизни, в нашей жизни, в нашей жизни, в которой отстраивались города, когда росли села, и русский мужал, подмужал народ. Как сказано поэтам, собственно, Клатонам и быстрым разумом методам земно-российская может рождать. Из истории известно, что вера приобретала особую силу именно во время бедствий. Когда не хватало сил физических, то люди жили силой духа. Недаром и в наши дни часто вспоминают православные люди известные слова любимого русским народом святого, благоверного князя Александра Невского. Он говорил, не в силе Бог, а в правде. Что думаете об этом вы, батюшка? Конечно, было бедствие терпело от всяких, но неурожайных лет, и всяких нападений на племянников, и особенно отечественной войны, две мировые войны. Конечно, она потерпела, но все равно имя, крепость, терпение русских людей, оно давало возможность неспоследних быть для нашего русского отечества, поскольку она, благодаря вере, благодаря милости Божией, получила такие пространные пределы своего размера, своими территориальными. И настолько она богата ресурсами, богатыми всем. Конечно, в ней Бог за ее это смирение, благочестие наделила всем этим. Вот поэтому, конечно, она имеет в себе потенциал, имеет возможность, чтобы жить, как бы угодно жить спасительно, жить не только внешне, но к чему призван каждый человек, и в вере, как бы, имея наш истинный закон нашей жизни, божественное отравление, спасение наше для будущей и скончаемой жизни. Часто можно слышать такую фразу «человек создан для счастья». Что значит «счастье» с православной точки зрения? Ну, можно сказать, это растяжимое понятие «счастье». «Счастье» намного, как бы, многоликое. Может быть, разное счастье. Счастье – человек, конечно, родился здоровым, заливил клетки, получил задатки для своей физическим развития, улучшил образование и может уже иметь счастье. Счастье – то, что здоровая семья, которого может воспитать и воспитаваться. Имея способности, стал достаточно физическим и антифлянным, и гражданин, и антифлянным. Вот это счастье, что он дальше получил образование, получил специальности, работу. Может быть, какое-то счастье. Дальше приобрел семью, устроил семью, устроил свою минимальную, хотелось бы у жизни, квартиру и прочее. Это тоже счастье. Но если понимать с точки зрения понятия священного писания, положить откровения, настоящее счастье – это, конечно, счастье наше заключается в приобретении нашего вечного, бесконечного счастья – это спасение нашей души. Ищите прежде Царствия, неудесно, Царь и неправдывая. Да знаете, единую истину Богу, всей жизни вечной. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok